Добрый вечер! В прямом эфире Мира Белогоря программа «Знающие люди». Это интерактивный проект, который создан не только для вас, но и вместе с вами. Вы всегда можете стать нашими соавторами. Для этого заходите на наш сайт мирбелогоря.ру и в наши группы ВКонтакте и Фейсбуке. Оставляйте там свои комментарии и предложения. Ну и, конечно же, звоните к нам в студию, телефон 584410. А сегодня наш гость, начальник управления культурой Белгородской области Сергей Курганский. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте, Наташа. Для начала, по традиции, предлагаю посмотреть наш сюжет. В чем измеряется культура? Довольны ли вы состоянием ее, как отрасли социальной жизни региона? Чего не хватает сельским домам культуры, библиотекам и коллективам художественной самодеятельности? Привлекают ли вас культурные мероприятия, проводимые в регионе? А как оценить качество работы чиновников от культуры? Об этом мы спросили посетителей сайта мирбелогория.ру. Большинство считает, что по количеству вежливых и воспитанных людей. Примерно равное количество голосов набрали ответы по количеству культурно-массовых мероприятий и по посещаемости театров, музеев, библиотек, ДК. 14% респондентов за оценку по числу наград, завоеванных местными коллективами. 6% считают, что по числу граждан, участвующих в художественной самодеятельности, и чуть меньше выбрали вариант по количеству театров, музеев, библиотек, ДК. Спросите о том, что волнует вас в прямом эфире. Тема программы сегодня «Год культуры завершился». Что дальше? Сергей Иванович, ну как Вы согласны с результатами наших вопросов, с нашими зрителями? Как Вы сами оцениваете свою работу? На что ориентируетесь? Это же представленные критерии имеют право быть. Они объективно отражают уровень развития культуры. Они измеряемые, они интересные. Может быть, я бы несколько по-иному чуть-чуть расставил приоритеты, но тем не менее. Я бы добавил еще критерий «духовное здоровье общества». Очень сложно измеряемая категория, конечно. Уровень патриотизма, несомненно, это очень важно. Успех, процесс формирования солидарного общества, это тоже очень важно. Но все, опять-таки, сложно измеряемые критерии. А вот я бы ввел еще один критерий для себя, для своих коллег. Это число молодых людей, которые являются не только потребителями, но и субъектами культурной деятельности. Ведь говорят, сегодня это дети, молодежь, а завтра это народ. Вот ради кого нужно работать. Формирование элиты, наиболее способной к духовной деятельности, одаренной высокими нравственными, духовными задатками, эстетическими задатками людей. И вот вы посмотрите, сейчас повсеместно по области создаются центры молодежных инициатив. Я должен сказать, что управление молодежной политики здесь наступает нам на пятки. Это хорошо, пусть наши работники культуры тоже задумываются. Вот один из критериев. Это важнейший, измеряемый, кстати, критерий. А по этому критерию, конечно, нам надо больше и больше работать. Понятно, спасибо большое, Сергей Иванович. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. Начнем, пожалуй, с вопроса, который пришел к нам на сайт мирбелогория.ру. 2014-й был годом культуры, сейчас год литературы. Как известно, собираются ли в Белгород привезти известных писателей, поэтов, организовать с ними творческие встречи? Да, да. Мы начинаем год литературы. И, в общем-то, так у нас с восклицательным знаком он начинается. В следующий вторник мы отпразднуем 50-летие нашей областной писательской организации. Будут гости Российского Союза писателей. В филармонии мы проведем такое торжество. А в мае мы будем проводить творческие встречи с писателями, которые приедут к нам со всей России. Я полагаю, даже из Украины, надеемся, из Белоруссии, для участия в традиционных Прохоровских чтениях. И, кроме того, Наташа, что интересно, Валерий Николаевич Ганничев, председатель Союза писателей России, обратился с предложением, с просьбой Евгении Степановичу провести на нашей территории в этом году пленум Союза писателей. Так что вся творческая элита писательская будет на Белгородчине. Как можно простым белгородцам попасть на какие-нибудь из этих мероприятий? Что им будет интересно непосредственно? Безусловно, все писатели... У нас есть план, кто поедет конкретно в какой район. В библиотеках, в школах, в учебных заведениях по традиции пройдут встречи. Мы будем это широко рекламировать. То есть... Не только в Белгороде. То есть об этом будет известно? Естественно. Естественно. Заранее будет известно, кто конкретно, где будет выступать. Из каких источников, как правило, можно будет это узнать? Можно брать информацию на нашем сайте. По телефону, который, в общем-то, телефон доверия, можно и там узнать. Он широкого пользования, этот телефон. Телефон приемный 27, 72, 52. В основном на нашем сайте. И мы рекламную продукцию дополнительно будем выпускать по этому поводу. Спасибо большое, Сергей Иванович. Напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. И у нас есть первый звонок. Алло. Здравствуйте. Такой вопрос будет. У работников культуры до сих пор самая низкая зарплата среди бюджетников. Будет ли планироваться ее повышение в этом году? Спасибо. Спасибо, спасибо за вопрос. Мы выполняем дорожную карту по повышению заработной платы работников культуры. У нас по дорожной карте должно быть соотношение 64% к заработной плате по региону в экономике. У нас 68%. Конечно, это небольшая в абсолютных цифрах зарплата. Средняя зарплата работников культуры 16 тысяч рублей. Среди работников музыкальных школ зарплата 20 тысяч рублей. Работники областных учреждений культуры, которые являются у нас методическими центрами, тоже 21 тысяча рублей. В результате повышаться заработная плата будет и достаточно резко, достаточно интенсивно. Когда? Да, вот будет буквально в течение этого года. В течение этого года будет планомерно повышение заработной платы. Мы должны выйти. Вот сейчас музыканты, работники музыкальной школы 20 тысяч имеют. Это 80,2% заработной плате по экономике. По итогам будущего года мы должны выйти на 85%. Вот можно посчитать, какая будет зарплата. На 5% сразу увеличиваем. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. И у нас есть очередной звонок. Добрый вечер. Добрый день. Сергей Иванович, у нас есть целый институт культуры, которым, кстати, вы когда-то руководили. Но ребята, там отучившиеся, редко возвращаются обратно в районы. И все хотят остаться в Белгороде. Какие есть способы привлечь их в силу обратно? Спасибо. Спасибо за вопрос. Эта тема давно и достаточно остро обсуждаемая в нашем культурном сообществе. Действительно, это проблема. Многое зависит от условий, которые создаются непосредственно по месту направления студентов. Это создание условий для жилья, как уже вот только что мне задавали вопрос, заработная плата, потому что местные органы власти, муниципалитет, имеют возможность доплачивать, естественно. Поэтому самое главное, создать необходимые условия для студентов, для выпускников. Но и в процессе обучения нужно ориентировать студентов на то, чтобы они, естественно, вернулись к месту, откуда они были направлены. А это речь идет о целевой контрактной подготовке. Мы сейчас будем переходить именно на целевую контрактную подготовку, где императивом будет являться непосредственное, безусловное возвращение студентов, как было это в советские годы, и правильное было распределение по месту работы. Это будет решаться этот вопрос. То есть две составляющие. И целевая контрактная подготовка, которая должна у нас составлять чуть ли не 80, а то и больше процентов. И, конечно, создание условий на местах. Спасибо. Вот такой вопрос пришел к нам на сайт мирбелогория.ру. В этом году мы будем отмечать юбилей Великой Победы. 70 лет наверняка на Прохоровке должно быть что-то грандиозное. Просят раскрыть завису тайны. Интересно. У нас создается музей бронетанговой техники, как структурное подразделение федерального учреждения, музея Прохоровское поле. И 15 мая, я могу уже анонсировать, будет открытие танкодрома у движения военной техники. Это будет очень интересно. Будет продолжено дальнейшее развитие комплекса вокруг Звонница. Вот Звонница, памятник Победы Звонница. Будет создан Парк Победа. Там различные зоны интересные и для детей, и для молодежи, чтобы каждый мог найти занятие по душе. Но чтобы, прежде всего, все, попадая туда, прониклись чувством патриотизма, гордости за наше Великое Отечество, будут созданы скульптурные композиции. 17 будет скульптур нашим героям, полководцам, Шпетному, Герой Советского Союза Борисову, женщине-воину, мужчине-солдату, победившему фашизму. Очень интересное будет представление 12 июля. Это реконструкция сражения под Прохоровкой, которая уже полюбилась белгородцам. Это очень важно. Это патриотические чувства будет нас. А ведь патриотизм – это очень важно сегодня. Ведь, как говорил Иоанн Кронштадтский, помните, что Отечество земное с его церковью есть преддверие Отечества Небесного. Поэтому любите его всем сердцем и будьте готовы душу за него положить. Вот чтобы каждый, кто придет в парк памяти, чувствовал готовность положить душу за свое Отечество. Мне кажется, действительно, белгородцы у нас очень любят эти праздники. Судя по тому скоплению людей, которые, как правило, приезжают. Где, опять-таки, можно будет узнать программу всех этих праздничных мероприятий, чтобы всей семьей собраться и поучаствовать? Да, уже год 70-летия. 9 мая, 12 июля, потом 5 августа освобождение Белгорода. Буквально за месяц мы будем вести активную рекламную работу, будем давать информацию. То есть у вас на сайте и в средствах массовой информации? Массовую информацию будем передавать. Что ж, будем ждать, Сергей Иванович, с нетерпением. Я напоминаю нашим зрителям, что телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть очередной звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот по миру Белогорья показывали про фестивальный календарь. А в этом году будет такой календарь создан? А где его можно будет увидеть? Спасибо. Да, очень интересный проект. Фестивальный календарь, который в 2014 году включал в себя 50 событий культурных. В 2015 году этот календарь будет включать в себя 70 событий. Этот календарь мы выпускаем, мы его распределим по муниципалитетам. К тем интереснейшим мероприятиям, которые стали уже традиционными, в 2015 году добавится интереснейшее событие. Это фестиваль хороводов в Граевороне. Около тысячи человек будут вместе танцевать, петь. Дальше интересный такой праздник будет. Праздник Веника в Валуйках. Молочные фестивали в Чернянке, Вейделевке. Так что добро пожаловать. Нужно, чтобы участвовали в этих мероприятиях. И мы видим, как людям это интересно. Поэтому развивается наш фестиваль. Чтобы участвовать, люди должны знать, где... Это большая проблема всегда. И показывая, и на сайте обозначены эти мероприятия. Рекламу выпускают. Но все равно где-то мы не дорабатываем. Надо думать, как все-таки доводить до каждого белгородца информацию о том, что мы проводим. Ведь очень много интересных мероприятий. Ну, по крайней мере, мир Белогория всегда старается освещать и помогать вам в этом. Спасибо. Кстати, по поводу фестиваля у нас были еще вопросы на сайте. То есть видно, что у людей это действительно интересует эта тема. И очень полюбились эти фестивали, праздники Лука и Маванни. Понимаете, каждая территория имеет свой бренд, свою зиминку. Когда мы проводили в прошлом году фестиваль «Хатмышская осень», каждый представил, что он из себя представляет. Это очень было интересно. Опять-таки будем ждать с нетерпением. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть очередной звонок. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня ребенок занимается танцами, уже давно выступает в коллективе, но все расходы ложатся на плечи родителей. И поездки на конкурсы, и костюмы, и все прочее. Кто-нибудь вообще может помочь с этим? Большое спасибо. Спасибо за вопрос. Это зависит от того, в каком коллективе занимается ребенок. Ведь у нас много частных студий, негосударственных, которые являются самокупаемыми. Ну да, конечно, там все расходы ложатся на плечи родителей. У нас же есть танцевальные коллективы и при домах культуры, при государственных учреждениях, при институте культуры есть, детская школа искусств, где также танцевальные коллективы. Там и костюмы приобретаются, и на поездке выделяются соответствующие средства. А что касается вашего вопроса, я вас попрошу, опубликован здесь, да, по-моему, телефон? Да, телефон, пожалуйста. Покажите, вы видите на эфир. Да, 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 позвоните, расскажите, в какой коллектив входит ваш ребенок, и конкретно по вашему случаю мы с вами побеседуем, если вас это устроит. Ну, вот, кстати, на нашем сайте немного в том же ключе есть вопрос, видимо... 27-72-52 можно мне позвонить, или на телефон доверия также. Все, вы пообещали, Сергей Иванович. Вопрос на сайте мирбелогория.ру. Чтобы культурное мероприятие было действительно зрелищным и привлекало людей, надо немало финансов в него вложить. Вот опять-таки про финансы. Понятно, что бюджет ограничен. Привлекаются ли к этому как-то спонсоры, представители бизнеса? Да, вы знаете, у нас буквально по каждому направлению художественной деятельности, по инициативе губернатора Евгения Степановича, созданы попечительские советы и фонды. Все началось с фонда совета поддержки классического музыкального искусства. Благодаря этому фонду у нас в Белгороде могли побывать звезды мировой величины, исполнители. У нас попечительские советы созданы в сфере музейного дела. Посмотрите, сколько выставок, благодаря этим фондам, была и сейчас интереснейшая выставка, проходит в художественном музее, выставка из фонда государственного исторического музея. Ну, буквально по всем направлениям. И в каждом муниципалитете созданы попечительские советы конкретно по поддержке развития детского художественного творчества. И вот вы знаете, мы посчитали, сколько денег получила сфера культуры за прошлый год через эти каналы. Порядка 80 миллионов рублей. Люди вкладывают, знающие люди, любящие свое отечество люди, щедрые люди, вкладывают деньги в культуры. Я полагаю, что делают это они вовсе не из каких-то там филантропических соображений, а потому что понимают, что в итоге это самые выгодные вложения, которые дают отдачу в виде цивилизованного общества, обладающего высокой способностью к модернизации, развитию. Спасибо этим людям, низкий им поклон. То есть у нас в области государственно-частное партнерство, в области художественного творчества, культуры, очень развито. Спасибо. Напоминаю нашим зрителям, что работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Совсем немного времени у нас осталось. У нас есть очередной звонок. Как быстро время летит. Алло, алло. Да, да, да. Я слушаю. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Иванович, я обращаюсь к Волоконскому району, село Ютагово. Какое село? Я только что приехал из Волоконского района, был на открытии Волчьо-Александровки Дома культуры. Да. Но у нас вот есть поселение такое, Ютановка. Да, да, да. И у нас никогда не было Дома культуры. Он находится в приспособленном подъеме МТСовского. Когда-нибудь будет у нас основировано строительство или нет? У вас в Ютановке есть два очень интересных памятника истории, культуры, архитектуры. И мы рекомендовали муниципалитету на базе одного из них создать досуговый центр. Этот вопрос сейчас рассматривается, изучается. Тем более в Ютановке, я думаю, все равно будет создан музей металлургии. Так что жизнь культурная в Ютановке, я уверен, выйдет на новый уровень. Потому что по-другому быть просто не должно и не может быть. И муниципалитет прислушался к этим рекомендациям. Да, они сами прекрасно это понимают. И я уверен, что на базе одного из этих памятников, зданий, будет создан культурно-досуговый центр. Мы вернемся дополнительно к этому вопросу. Спасибо, что вы позвонили. Спасибо большое. Как раз таки от районов вопрос на сайте. Вопрос от жителей Красненского района. Мы слышали, что в прошлом году по районам области ездят какие-то творческие десанты. В Домах культуры бесплатно выступают артисты филармонии. А будут ли такие выступления в нашем районе? Красненский район. Да, Красненский. Очень коротко. Коротко, да. Это очень интересный проект. Проект, обеспечивающий равную доступность населения к творческому развитию, к культурным ценностям. Или сразу ответить, отвечу сразу. Ближайшее воскресенье, послезавтра, выезжает филармония, выезжают художники, писатели в Грайворонский район. Я сейчас вспомню, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что в Красненском районе десант будет в конце апреля. По-моему, это воскресенье или суббота, 25 апреля. Да, да, да. Где-то могут узнать об этом? Точно, вот как раз по этим... Позвонить вам? Точно апрель. Точно апрель. Число, может быть, я немножко ошибся. Конец апреля. По графику. Еще один очень интересный вопрос, на который хотелось бы услышать также ответ, да, коротко. Хорошая задумка «Ночь музея». В прошлом году оценили ее все семьей. Спасибо всем организаторам. Надо больше таких акций. Будет ли нечто подобное в этом году? Безусловно, будет. Мы видим, что это нравится. И в этом году уже, в прошлом году проводили не только «Ночь музея», но и «Ночь искусств», и в филармонии, и в библиотеке. Почему мы это проводили? Опять-таки, рассчитано, прежде всего, на молодежь. Вечер, ночь, это формат молодежный. Те, кто не спят в летнюю ночь. Да, формат молодежный. Будет «Ночь музея», «Ночь искусств» с 16 на 17 мая этого года. Есть что посмотреть в музеях. Я хочу сказать, что у нас белгородские музеи провели выставок столько, сколько Липецкая и Курская области вместе взятые. А провели столько экскурсий, что это в 4 раза больше, чем в Липецкой области, и в 2,5 раза, чем в Курской и Тамбовской области. Так что есть что посмотреть не только ночью в музеях. Приходите также и днем. Ждем вас. Добро пожаловать. Будем активно, опять же, анонсировать эти мероприятия. Да, да, да. Спасибо большое, Сергей Иванович, что были сегодня с нами. Спасибо. Что провели очень интересную беседу, ответили на все практически наши вопросы. Приходите к нам еще. Спасибо. Ну, наши телезрители, я благодарю также за активное участие в эфире. И напоминаю, что каждую пятницу в 20.00 в прямом эфире знающие люди. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин